Добрый день, дорогие друзья! Атом жил бассын СК Асрута Кырабындага Бегенгы Топтаманнын сонгу брифинген бастауга Русат Етнездер. Уважаемые коллеги, Инициатива по продвижению проекта Атом Была объявлена два года назад Президентом нашей страны Нусултаном Абишевичем Назарбаевым На международной конференции От запрета ядерных испытаний к миру Свободному от ядерного оружия. Более подробно о реализации инициатив страны В области ядерного разрушения Нам расскажут наши гости. Позвольте представить Депутат Мажелиса парламента Республики Казахстан Секретарь комитета по международным делам Обороне и безопасности Виктор Павлович Рогалев Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан Барлыбай Каримович Садыков Почетный посол по проекту Атом Карибек Тельтаевич Куюков Виктор Павлович, пожалуйста, вам слово Благодарю вас, Аллоа Уважаемые телезрители, уважаемые журналисты 8-9 декабря текущего года В Вене проходила третья международная конференция О гуманитарных последствиях применения ядерного оружия В которой приняли участие более 700 делегатов из 151 страны мира А также представители международных и неправительственных организаций Ведущих мировых средств массовой информации В программу конференции были включены вопросы воздействия возможного применения ядерного оружия на здоровье граждан, окружающую среду, социально-экономические, последствия продовольственной безопасности и другие В конференции принимала участие казахстанская делегация в составе депутатов Сената и мажориста парламента Республики Казахстан Сотрудников Министерства иностранных дел во главе с послом Казахстана в Австрии Постоянным представителем при международных организациях в Вене Кайратом Шуроле Сарыбаем В своих выступлениях члены казахстанской делегации проинформировали об инициативах президента Республики Казахстан Нарусултана Абишевича Назарбаева В сфере нераспространения и ядерного разоружения Подчеркнув, что сегодня наша страна занимает твердую позицию о необходимости принятия решительных мер для устранения глобальной ядерной угрозы Также было прилично внимание к исторической роли Казахстана при закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона Вы прекрасно помните и знаете, что с 1949 по 1989 год было проведено около 500 наземных, подземных и воздушных ядерных испытаний Из-за которых пострадало гражданское население нашей страны И я должен сказать о том, что закрытие ядерного полигона стало вехой в истории не только нашей страны Но и наверное всего человечества О чем собственно и на этой конференции и на предыдущих не раз подчеркивалось Тем более, наверное, одна из больших оценок нашей деятельности, нашей республики, нашего Эльбаса Это то, что сегодня Казахстан выдвинут кандидатурой на непостоянные члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций Мне было также предложено принять участие и выступить в рамках этой конференции На круглом столе, который организовали парламентарии австрийские При содействии Межпарламентского Союза и Большой Авторитетной Международной Организации Парламентарии за ядерное разоружение Или PNND, как это в аббревиатуре звучит Круглый стол назывался так Парламентарии за мир, свободный от ядерного оружия Также в рамках конференции была организована большая фотовыставка И выставка картин Карибека Куюкова Который собственно ее и представлял Ну и наверное Карибек сам расскажет о своем участии И о том, о чем он говорил на площадках этого большого представительного форума О своей выставке и о своих впечатлениях Я хотел бы просто еще раз напомнить уважаемым телезрителям, уважаемым журналистам Что проект АТОМ по инициативе главы государства Был запущен нами 29 августа 2012 года В рамках международной конференции, которая проходила в Астане Ее название такое От запрета ядерных испытаний к миру, свободному от ядерного оружия То есть название самого проекта АТОМ Это аббревиатура английских слов Abolish Testing Our Mission То есть отмена испытаний наша миссия Я думаю, что Барлубай Каримович тоже подробно расскажет об этом Тем более, что презентация данного проекта Как раз проходила на площадке этого форума И мы в одном из больших аудиторий как раз развернули вот эту вот большую выставку И презентацию нашего проекта Думаю, что уважаемые коллеги мы с вами еще раз подробно уже в самом ходе самого брифинга об этом поговорим А теперь я думаю, что мои коллеги также поделятся своими впечатлениями Спасибо Благодарю Барлубай Каримову, сөз кесеку өзіңізде Рахмет Курмету Бұқаралық Ақпарат Құралдар өкілдері Алды менен сіздерді келе жатқан мерамымыз тәуелсіздік күнімен қытықтайм Бұл мерам әр Қазақстан азаматының жүрегіні ыстық Және де барлығымыз тәуелсіздігімізді сақтап қалу мен қауіпсіздігімізді нығайту үшін аян бауымыз шарт Терроризмнің қылан ғалуы, экономикалы жағдайдың нашарлауы, экология, су энергетекілі және басқа да жаңа қауіптермен қатары Әлемді ядролық, химиялық және бактериологиялық қаруды пайдалының мүмкіндігінен арашалау, іспетті мәселерде өзіңіздігінен әш айырылған емес Ядролық қарудың саны бір шамат қысқарғанымен дүниедегі ең жойқын қарудың саны әлі де болса көп Оның мөлшөрі арнайы немесе байқаусызда қолданған жағдайда қысқа мерзінде дүниеж үзіндегі барлық тіршілікті қырып жіберуге жеткілікті Міне сол себепті біздің ел басымыз ядролық қарусыздауын мен таратпау мәселесіне жетті назар аударып, бұл салада маңызды қалық қарылық бастамалары көтеріп отыр Қазақстан Республика президенті Нұрсултан Абишылы Назарбаевтың адамзат баласын ядролық қауіптен арылту мен жапай қырып жой қаруының таралмауына бағытталған саясаты қалқарылқағамдастық назарна әлігіп қарусыздау қару қарадпау және ядролуқ қауіптен асандары қазақстан қыыш башылық қырылтан патыр Қазақстан қышбашылық қырылтан қоқтыр Уважаемые представители средств массовой информации Политика главы нашего государства, направлены на избавление человечества от угрозы ядерного оружия, укрепление режима ядерного нераспространения, заслужила широкое международное признание и вывела Казахстан на лидерские позиции в мировом сообществе, в этой области Ряд государственных деятелей, глав государств и правительств, главы международных и региональных организаций подчеркивали особую роль и вклад главы нашего государства в процесс ядерного разоружения и нераспространения Вы прекрасно помните, как на саммите по ядерной безопасности в апреле 2010 года президент США Барак Обама привел в пример главу нашего государства Также в апреле 2010 года генеральный секретарь ООН Пан Гимун, посещая Семипалатинский испытательный ядерный полигон, привел в пример Казахстан и предложил всем ядерным государствам, главам ядерных государств последующие Как неустанный борец за достижение мира, свободного от ядерного оружия, уделяет особое внимание проблематике ядерного разоружения и выступает с различными важными международными инициативами в этой области Среди инициатив, выдвинутых в последние годы, я бы хотел отметить такие, как проект АТОМ Инициатива по объявлению 29 августа как Международный день действий против ядерных испытаний Инициатива о размещении в Казахстане Международного банка низкообогащенного урана Инициатива по принятию в рамках ООН всеобщей декларации по достижению мира, свободного от ядерного оружия И ряд других инициатив Эти инициативы находят широкую поддержку и понимание среди прогрессивного человечества Министерство иностранных дел последовательно реализует инициативы главы государства В рамках международных организаций через проведение встреч и переговоров со странами-членами ООН В этом году в мае в Нью-Йорке странами ядерной пятерки был подписан протокол к договору о создании зоны свободной от ядерного оружия в Центральной Азии Как вы знаете, в 2009 году этот договор вступил в силу, подписан он был в 2006 году всеми по-латински Странами-участниками этого договора являются пять стран Центральной Азии Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан После подписания договора на протяжении многих лет оставалась проблема подписания ядерными странами протокола к данному договору Благодаря неустанной позиции главы государства продвижению вопроса по подписанию ядерной пятеркой данного протокола Как вы знаете, на саммите по ядерной безопасности в марте этого года глава государства обратился с призывом к лидерам ядерной пятерки подписать протокол И в мае соответствующий протокол был подписан в Нью-Йорке Этот протокол дает негативные гарантии безопасности странам-участникам договора Другая инициатива, над которой последовательно работает внешнеполитическое ведомство Это принятие в рамках ООН всеобщей декларации по достижению мира свободного от ядерного оружия Ведутся переговоры Подготовлен проект текста соответствующей резолюции И мы рассчитываем, что будет найден компромиссный вариант текста документа Предложение об объявлении 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний В этом году 2 декабря исполнилось ровно 5 лет Как Генеральная ассамблея ООН по инициативе президента нашей страны Приняла соответствующую резолюцию об объявлении 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний По всему миру в соответствии с этой резолюцией проводятся различные мероприятия Конференции, семинары, круглые столы, чтения В этом году Казахстан, как вы знаете, провел 29 августа В Астане и Семиплатинске Международную конференцию Врачи мира за безъядерный мир А также была проведена конференция Посвященная 25-летию создания Антиядерного общественного движения Невада-Семиплатинска Кроме этого, в рамках ООН было создано специальное заседание Генеральной ассамблеи ООН Кроме этого, в Вашингтоне была проведена специальная конференция Посвященная 29 августа Другой инициативой, как и сказал, является инициативой размещения в Казахстане Международного банка низкообогащенного урана Делегация Казахстана, состоящая из представителей ряда министерств и ведомств На протяжении уже нескольких лет проводит переговоры с секретариатом МГТ по условиям подписания соглашения о размещении такого банка в Казахстане Еще хотел бы отметить о том, что Казахстан, как Вы знаете, является кандидатом в непостоянные члены Совета безопасности ООН в 2017-2018 годы И вопросы ядерного разоружения и нераспространения являются одним из приоритетных И мы планируем, что в случае избрания непостоянные члены Казахстан будет продвигать данные вопросы в рамках Совета безопасности ООН Наряду с другими приоритетами, которые, как Вы знаете, являются вопросы продовольственной, энергетической и водной безопасности Кратненько хотел сказать об итогах конференции о гуманитарных последствиях ядерного оружия Которая состоялась буквально на днях 8-9 декабря в Вене Цель этой конференции, которая уже третья по счету Первая состоялась в Осло в 2013 году, вторая в Найерите в Мексико И третья сейчас в Вене, в Австрии Цель – показать мировому сообществу о тех катастрофических гуманитарных последствиях В случае применения целенаправленного или случайного, независимо, применения ядерного оружия Проходили очень горячие дискуссии участников конференции Приводились многочисленные факты о том, что практически во всех странах, обладающих ядерным оружием Случались такие моменты, когда непроизвольно мог произойти запуск ядерного оружия Ввиду технических ошибок, ошибок в коммуникации или чисто человеческого фактора Вы читали наверняка в средствах массовой информации, что недавно в США привлекли к ответственности ряд высокопоставленных военнослужащих Вооруженных сил США за употребление наркотиков и идет разбирательство Эти военнослужащие были ответственны за установки, за объекты стратегического назначения Кроме того, в истории были много случаев, когда и в Советском Союзе, и в Великобритании, и в Франции Тоже были на грани, когда мог произойти непреднамеренный пуск ядерного оружия Мир, по сути, находится на грани от самоуничтожения И поэтому мировое сообщество сейчас ищет новые аргументы с тем, чтобы раз и навсегда запретить ядерное оружие Гуманитарные аспекты использования ядерного оружия, как антигуманного и противоречащего человеческой морали Оружие, которое в случае использования принесет тяжелые последствия как для экономики, так и для здоровья, так и природе На многие-многие годы, не только десятилетия, а на столетия, вызовет продовольственную безопасность, вызовет изменение климата Все это приводится как веский аргумент в пользу полного и всеобщего запрета ядерного оружия Поэтому участие казахстанской делегации во главе с послом Кайрат Шураевичем было особенно актуальным Делегация Казахстана участвовала активно на всех мероприятиях, озвучила инициативы президента Участвовала в круглых столах, организовала выставку и провела большую работу по продвижению идеи достижения мира свободного от ядерного оружия Спасибо Спасибо Карибик Тильтаевич, пожалуйста, вам слово Когда первый раз меня пригласили участвовать в этом проекте АТОМ, у меня не было, конечно, сомнений И я с удовольствием и с радостью согласился, потому что вся моя жизнь, наверное, есть и в борьбах против ядерных испытаний Еще начиная с 89-го года, когда был открыт антиядерный движение «Невадосим-Палатинск» Наш народ, в первую очередь, конечно, узнал, к чему приводят эти испытания Мои родители, вот я часто рассказывал об этом, и мои родители были живыми свидетелями этих испытаний Они часто видели своими глазами вот эти ядерные взрывы И очень много свидетелей, конечно, моих соседей, моих родственников, которые видели все это, пережили все это В первую очередь, конечно, это люди, потому что в течение 40 лет шла вот эта вот тихая война против моего народа Люди просто жили, работали и умирали И поэтому я не мог, конечно, не молчать об этом И вот когда открыт проект АТОМ, я хотел бы, конечно, в первую очередь сказать о том, что на этом проекте АТОМа Есть онлайн-петиция, где каждый из вас может зайти на этот сайт и подписать онлайн-петицию Каждый, не выходя из дома, у кого есть интернет, может отдать свой голос против ядерных испытаний В течение вот этого года, в течение этих поездок, пока мы ездили по странам И участие в таких конференциях с каждым разом голосов становится все больше и больше Вот буквально вот недавно мы были, как говорил здесь, 8 декабря в Вене на конференции И там первое слово дали женщине, которая выжила после бомбардировки Хиросимы Нагасаки Мы с ней вместе дали пресс-конференцию, и эта женщина рассказала о том, как она перенесла вот эту трагедию Но я хочу вам сказать, что я неустанно говорю тоже о том, какую трагедию перенес наш народ Очень много историй, очень много семей, которых я видел за свою жизнь Я видел детей, которые были замкнуты Это в основном родители таких детей, они прячут, они стесняются этого И очень много детей, которые не могли не учиться, не могли также наравне со всеми жить и радоваться этой жизнью Поэтому, наверное, в первую очередь, это и есть моя цель, наверное, в будущем Что я поставил этой целью стать, наверное, одним из последних жертв ядерных испытаний Стать в истории, наверное, одним из последних жертв Всегда участвую в этих конференциях, я всегда говорил с гордостью, говорю, что я живу в стране, которая одна из первых отказалась от ядерного оружия Я говорил о том, что это, наверное, станет достойным примером для других стран Человек, который создал водородную бомбу, получил Нобелевскую премию Я хотел сказать, что наш президент, он подписал указ о закрытии Симпалатинского полигона И это огромные последствия Наш народ вздохнул с облегчением И это, я думаю, что мы можем об этом говорить Потому что, может быть, и к сожалению, но у нас есть опыт И вот, наверное, если мы на этом сайте наберем около миллиона голосов Мы можем смело обратиться к тем странам, глав тех стран, которые еще продолжают гонку вооружений Поэтому я думаю, что мы твердо и смело можем идти вперед И рассказывать о том, что у нас есть опыт, что мы можем изменить этот мир, наверное, против ядерных испытаний Спасибо Уважаемые коллеги, сейчас мы приступаем к системе вопросов Просим задавать вопросы по тематике Пожалуйста, первый вопрос, Уэлл Ньюс Да, у меня такой вопрос Все понятно, что вот эти все петиции Мы обращаемся к главам государства и пытаемся, чтобы они отказались от ядерного оружия Но ядерное, это сейчас уже не пятерка Уже Индия и Пакистан были от ядерного оружия Кто-то говорит, что оно есть у Израиля С ужесточением международной обстановки Многие страны, наоборот, заявляют о том, что они хотели бы обзавестись ядерным оружием Вот все-таки вы, как люди, которые находятся на международной арене и встречаются с ними Прислушиваются ли они к вашим призывам И больше у политиков, у лидеров стремление обезопасить свою страну ядерным оружием Или идти по пути защиты мира от ядерного самоуничтожения Спасибо Прилешите тогда ответить на ваш вопрос Очень сложный и в то же время абсолютно точный Вы задали вопрос Сегодняшние механизмы, они, к сожалению, не предполагают определенных санкций к тем государствам Которые либо заявили, либо обладают ядерным оружием, либо являются пороговыми Ну, казалось бы, обладают ядерным оружием И тогда что может случиться от того, как мы сейчас говорим о гуманитарных последствиях применения ядерного оружия Если будет несанкционированное его применение Ведь обладание ядерным оружием это огромная ответственность Вспомните, наша страна имела тогда четвертый ядерный потенциал во всем мире То есть это нужно обладать каким мужеством нашему главе государства, отказавшись от такого ядерного наследия Потому что он, как и весь народ Казахстана, знал, к чему ведут эти ядерные испытания К чему ведет применение ядерного оружия Мы это видели Хиросиму и Нагасаки Вот сейчас Карибек абсолютно сказал Вот я с той женщиной тоже общался Которая маленькой девочкой испытала на себе вот этот ужас И вы знаете, цифры, которые приводились там Они тоже ужасали Вот мы сегодня можем двигаться К сожалению, можем двигаться От непосредственно применения ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки Так вот, звучали цифры, что сегодняшние испытания ядерного оружия, которые происходили в мире Можно сопоставить так, что ежегодно Ежегодно Вот, вернее, один год ежедневно два раза в день Во всем мире случаются Хиросимы и Нагасаки Вот представьте себе, вот такие цифры Два раза в день Вот в одном взорвали, в другом месте Это страшно просто Это действительно страшно это было И увидеть своими глазами И, кстати, услышать, да Мы вот вместе и с Бравлова Каримовичем, и с Карибеком Видели графики Видели исследования Видели последствия, которые ученые предполагают Что может случиться Только поэтому Вот сегодня и мы выступаем Глава государства абсолютно правильно говорит Нужно создавать эффективные механизмы С тем, чтобы они могли действовать на другие государства Мы не можем им приказать, естественно Но все мировое сообщество Вполне способно сказать Извините, нет Достаточно вот этого Да и вообще, собственно, мы выступаем За ядерное разрушение Это конечный, главный, наверное, итог Который мог бы быть у нас во всем мире Может быть до этого еще далеко Но вот все, что возможно Наш Ельбаса Мы вот кто сторонники являемся Ярые сторонники запрещения Не только испытаний, но и вообще распространения И ликвидации ядерного уже в целом мире Мы вот эту инициативу, естественно, поддерживаем И во всем мире ее стараемся распространить Через различные организации Как официальные, так и неправительственные Спасибо Следующий вопрос Можно я дополню? Да, конечно Кратко Ну Проблема распространения ядерного оружия Вы правильно заметили Ряд стран Помимо ядерной пятерки Также имеют ядерное оружие И ряд Как их называют Пороговые Около 40 государств Имеют потенциал Создание Такого вида оружия К сожалению Договор о неспространении ядерного оружия Который был принят В 1968 году Не смог Предотвратить Распространение ядерного оружия И именно поэтому Глава государства Выступал И выступает С инициативой И предложением О пересмотре Договора И создание Такого инструмента Который Не позволял бы Странам Безнаказанно Выходить из договора И не выполнять Свои международные обязательства Относительно эффективности Петиции Вы знаете Что Роль парламентариев Роль неправительственных организаций Очень огромна И В западном сообществе Гражданское сообщество Имеет очень большое Сильное влияние На Ту или иную политику Правительства И Через Неправительственные организации Через парламенты Путем обращения Путем Призыва К Активным Действиям К активной позиции В вопросе Полного запрета Ядерного оружия Мы можем Совместно С нашими партнерами Из других стран мира Достичь Этой цели Чтобы правительства Отказались от ядерного оружия Спасибо Спасибо Следующий вопрос Добрый день У меня Уточняющий вопрос Скорее Беку Вы сказали По поводу Онлайн петиции Голосование Открыто для всех Вообще Международный То есть Может любой Желающий Голосовать Или только для Казахстанцев Это вот Уточняющий И второй По поводу Проекта Атом Он международный Проект Я правильно Поняла И вы не могли бы Обозначить задачи В долгосрочной Перспективе И в Краткосрочной Какие задачи Стоят Перед вами Спасибо Ну да Это онлайн петиция Это В данный момент Уже Находится Там Проголосовало Более 96 тысяч Людей С разных стран Это более 100 стран мира Вот Я Как говорил Что с каждой Поездки У нас Все больше Больше голосов Вот И Меня конечно В первую очередь Удивило Когда мы были В Японии У меня были Встречи В школах С детьми И Меня удивило Что японские Дети Они Вообще Не знали О существовании Что в Казахстане Был Вот такой Симпалатинский Полигон Вот Ну и конечно же Это Проект Международный Проект Вот Я думаю Что Мы Сможем Наверное В первую очередь Привлечь Внимание Глав Тех стран Которые Еще Держат Наверное Вот На красной Кнопке Свою руку Потому что Мы думаем Что Наш голос Это мощный голос И в первую очередь Конечно Мы должны Вместе С другими Странами Только сообща Наверное Привлечь Своё внимание Ну и конечно Рассказать о том Все-таки Что можно Пережить Если Продолжать Ядерные Испытания Я думаю Что Любой Здравомыслящий Человек Он выберет Иметь оружие Ядерное Или не иметь Поэтому Мы должны Как-то Вместе Подтолкнуть Наверное Вот тех Людей Которые Еще думают Что Это Как Безопасно Страны Но это Ложные Ощущения Потому что Если мы До конца Добьемся Того Что Не будет Ядерного Оружия То я думаю Что нам Не будет И не надо Будет Опасаться Спасибо Уважаемые Коллеги Также путем Видеоконференции Регионы Нашей страны Могут Задать Вопросы Есть ли Вопросы Регионы Здравствуйте Здравствуйте Информационный Центр ВКО У меня Вопрос Господина Барловая Садыкову Расскажите Пожалуйста Что Делается Министерство Иностранных Дел Для Содействия Жителям Бывшего Семипалахинского Ядерного Полигона Спасибо 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 за вопрос Проблема Оказания Содействия Населению Экологии Бывшего Семипалахинского Ядерного Полигона Находится На особом Контроле Наше Загранное Учреждение В Нью-Йорке Это Постоянное Представительство В этом году Проработало Согласовало И Странными Членами ООН Была Поддержана Очередная Резолюция О Реабилитации Населения Экологии И Экономическом Развитии Семипалахинского Региона Казахстана Эта Резолюция Важна Для того Чтобы Заинтересованы Страны И международные Организации Оказывали Содействие Региону Казахстана Но В связи с тем Что В последнее время Ощущается Нехватка Финансовых Ресурсов У стран Доноров Их усталость От оказания Помощи Правительства Правительства Казахстана Выступило С инициативой И Такое Предложение Было Поддержано О Реализации Совместных Проектов Так В 2010 Году Как вы знаете Совместно С ПРООН Программой Развития Организации Объединенных Наций Был запущен Проект На сумму Один с половиной Миллион Долларов Специально Для Территории Для населения Территории Бышево-Семьпалачинского Испытательного Ядерного Полигона Кроме Этого Вы знаете Что В Казахстане Принята Госпрограмма По Экологии На период 2010 2020 Годы В рамках Которой Есть специальная Программа По Оказанию Содействия И реабилитации Населения Территории Семьпалачинского Испытательного Ядерного Полигона Спасибо Благодарю Следующий вопрос Здравствуйте Динара Бекумбетова Газета Курсив У меня вопрос Господину Садыкову На сегодняшний день Известно Что договор О Всеобремяющем Запрещении Ядерных Испытаний Не подписали Или не Ратифицировали Ряд ядерных Держав В том числе И США Еще не Ратифицировали Договор Вопрос Повесткой Для обсуждения Во время Визита Ирлана Идрисова В США В данный момент И какие На ваш взгляд Более действенные Меры Можно было бы Подпринять Чтобы повлиять На другие Державы Кроме Различных Петиций И резолюций Спасибо Спасибо Да Действительно Восемь стран Из списка Два К договору О всеобщем Запрещении Ядерных Испытаний Не подписали Или же Не ратифицировали Данный Важный Договор Не подписали Это Индия Пакистан И Северная Корея И пять Стран В том числе США Подписали Но не Ратифицировали Договор О всеобщем Запрещении Ядерных Испытаний В ходе Визита Министра Иностранных Дел Ирлана Бельфаидовича Идрисова Вашингтон Обсуждается Широкий Круг Вопросов В том числе Вопросы Сферы Нераспространения Как вы знаете Мы США Активно Сотрудничаем С первых дней Независимости Реализована была Программа Нанна Лугара В соответствии С которой Американская Сторона Предоставила Финансовую Помощь Казахстану Для Уничтожения Инфраструктуры А также Оружие Массовое Уничтожение Казахстана Для Переориентации Военных Предприятий На промышленное Гражданское Производство Эта программа Реализуется И до сих пор Как вы знаете На прошедшем Саммите В ГААГе Президент Нашлутан Назарбаев И президент США Барак Обама Приняли Совместное Заявление О дальнейшем Сотрудничестве В сфере Обеспечения Ядерной Безопасности В соответствии С которым Предусматривается Широкий Круг Совместных Работ В том числе И на Семипаладжинском Испытательном Ядерном Полигоне По укреплению Физической Защиты Объектов Находящихся На бывшем Полигоне Правительство США Выступает За Участие Полноправные Страны В договоре Вместе с тем Конгресс США Как вы знаете Имеет свое Особое мнение И К сожалению На сегодняшний день Политическая Ситуация Внутри Страны Не позволяет Этой стране Стать Членом Этого Важного Международного Договора Хотя По заявлениям Руководства США Президента Обамы Ранее Президент Клинтон Который По сути Внес Договор На ратификацию Конгресс Они Рассчитывают Надеются Что Политическая Ситуация Будет Благоприятной И В конечном Итоге США Станут Стороной Этого Важного Договора Благодарю Уважаемые Коллеги Мы Завершаем Наш Брифинг Посвященный Проекту Атом Спасибо Всем За Участие За Предоставленную Информацию До Скорых Встреч Продолжение следует